Безусловно, никакое дело нельзя организовать, если нет четкого понимания организационной структуры. И медицинскую реабилитацию мы с вами начали развивать не потому, что профессиональное сообщество дозрело до понимания необходимости, сформировало какие-то инструменты и механизмы, все было ровно наоборот. Нас с вами уже 4 года в это направление. Другого слова я, наверное, не найду. Мягко сказать, направляет. Я бы сказала, что бульдозером выдвигает правительство, а мы достаточно медленно ориентируемся. Хотя, наверное, 4 года это не срок для того, чтобы сформировать новое направление или новый профиль оказания помощи, так как это звучит в законодательстве, профиль медицинская реабилитация. И поэтому я хотела бы начать с нормативно-правового обеспечения медицинской реабилитации, чтобы было понятно, что здесь не собрались несколько профессоров, подумали и решили, а это нормативно-правовые акты федерального значения и подзаконные акты, которые мы с вами должны уметь прочесть одинаково и как можно быстрее выполнять. Ну, в первую очередь, это сороковая статья 323-го закона, которая дает определение медицинской реабилитации. Не первый раз я об этом говорю в этой аудитории, но считаю, что повторить это нужно, поэтому я это определение разбила. Это текст, вот я ни одного слова оттуда не убрала, но выделила жирным. Во-первых, это комплекс, чтобы было понятно сразу, это комплекс мероприятий, из которого и появляется и мультидисциплинарная бригада, и множество методов, средств, помещений, технологий и так далее. Мероприятия медицинского и психологического характера, то есть не только медики на этой территории, это следующее, что нужно хорошо понимать. Следующий – это направленность, восстановление, компенсация, поддержание, предупреждение. Очень много задач, фактически задачи всей медицины, оказание помощи любому пациенту. Возможных нарушений, то есть мы должны научиться определять или предугадывать возможные нарушения, этот параметр Минздрав в критерии оказания, в критерии качества помощи медицинской вынес. Предупреждение или снижение степени возможной инвалидности. ВОЗ трактует этот термин как третичную профилактику, вторичная профилактика – это предупреждение рецидива заболевания, а вот третичная профилактика по терминологии ВОЗ – это предупреждение инвалидности. И у нас с вами здесь одна из краеугольных задач, особенно у онкологических пациентов. Улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента, если мы не можем его вылечить до конца, не можем ликвидировать некие функциональные изменения, то работоспособность обеспечить некую, какую-то понимаемую, для каких-то видов работ мы можем. И это не у Министерства труда в задачах написано, коллеги, у нас с вами. И сейчас очень четко нам нужно разграничить полномочия Министерства здравоохранения и Министерства труда, потому что недалее как позавчера я получила проект документа от Министерства труда по медико-социальной экспертизе, не только я, рабочая группа, в котором написано, что Минтруд предлагает выделить средства обязательного медицинского страхования для того, чтобы купить все необходимое диагностическое оборудование для определения функциональных нарушений у любых категорий пациентов в МСЭ, затем потратить деньги ОМС на то, чтобы выучить специалистов МСЭ работать на этом оборудовании, а затем оплачивать через ОМС услуги этих вновь выученных специалистов МСЭ по определению функциональных нарушений. А вы, пардон, чем занимаетесь? Понимаете? Вот это наше... Вот я сейчас хирургическую операцию выполнил, вот я диагноз поставила, дальше меня ничего не интересует. Ну вот и останемся с этим, с тремя копейками, а значит, зачем вообще стационары? Операционные реанимации, все, и дальше МСЭ, Минтрут, и деньги туда, и специалистов мы же выучим, заставят, если сами не хотим работать. И социальную интеграцию в общество. Слово «социальную интеграцию в общество» прописано в 40-й статье Федерального закона Министерства здравоохранения, коллеги. Далее. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях. Комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, то есть все существующие и доступные методы терапии включены в медицинскую реабилитацию. Это не массаж, это не санкур, это не отдельные процедуры физиотерапии. Отдельные процедуры реабилитации не считаются. Чуть-чуть дальше раскроем наши задачи. Санаторно-курортное лечение – это особо, вот просто вот гвоздями приходится в голову вбивать. Санаторно-курортное лечение осуществляется в профилактических, лечебных и реабилитационных целях, если санаторно-курортная организация получила лицензию на реабилитацию. Не получила, нет там отделений реабилитации соответствующих требованиям, таких же, как в онкодиспансере, в неврологическом каком-нибудь центре, в зависимости от профиля, нет там никакой реабилитации. Санкур, санаторно-курортное лечение или долечивание реабилитации не являются. Если территория считает, что у них есть средства для граждан для санаторно-курортного лечения, санаторно-курортное лечение осуществляется либо за счет бюджета, дети, туберкулез, спид и отдельные категории граждан поименованные. Или за счет территориальных средств, когда правительство территории приняло решение, у нас есть деньги, мы там работающих граждан будем направлять. Это значит, что он должен пройти за счет средств УМС три этапа или два, в зависимости от своего состояния, а потом может еще получить санаторно-курортное лечение как опцию. Четвертым уже, и таким образом у него возможность полечиться, восстановиться, сохраняется дольше. Но это не замещение одного другим. Порядок организации как санаторно-курортного лечения, так и реабилитации утверждается федеральным уполномоченным органом, а значит обязателен для исполнения. Завтра на сайте Союза реабилитологов появится новая версия порядка реабилитации 17.05. Она в очень таких муках рождалась, чтобы ее было, ну нельзя сказать, мы не старались сделать так, чтобы ее было проще реализовывать. Мы старались сделать так, чтобы помощь была организована правильно, в зависимости от тяжести состояния пациента и профессиональным коллективом. Понятие, которое используется в федеральном законе и для медицинской реабилитации в том числе. Медицинская услуга, она же является частью медицинской реабилитации. Качество медицинской помощи, реабилитация здесь также перечисляется. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья, гарантия реабилитации и ухода. Поэтому у нас с вами сейчас и палиативная помощь, и реабилитационные отделения. Право на медицинскую помощь отдельной строкой медицинской реабилитации прописано. Вы не можете эту помощь не оказывать. Министра проводила день приема в правительстве, принимала население. Придя после этого дня, она просто подняла в определенную позицию весь Минздрав. Какие были жалобы? Ни одной жалобы на специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь. Ни одной. Треть жалоб на хамство и две трети жалоб на отсутствие реабилитации или на ее низкое качество. Как только пришла, сразу же, вот сейчас раз в неделю министр, раз в две недели левицкая, просто что-то невероятное творится в этом направлении, просто времени у нас уже нет. Вот основное, что я вам хотела показать, чтобы совсем уже прийти в сознание. Медицинская реабилитация – это первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь. Это не то, что после лечения. Это оно лечение и есть. Организованное специальному контингенту пациентов. Какому? Это обозначено в подзаконных актах, сразу скажу, тем пациентам, которые имеют реабилитационный потенциал. Все. Не по диагнозу, а по возможности восстановиться. Есть возможность восстановиться. Применяем реабилитацию. Есть технологии, которые могут расширить потенциал пациента к восстановлению. Применяем реабилитацию. Применяем самые современные технологии лечения. Оплачивается в рамках оказания первичной и специализированной медицинской помощи в рамках программы базовой программы государственных гарантий за счет средств обязательного медицинского страхования. Следующими интересными документами, которые говорят о повышенном внимании государства к этому вопросу, является постановление правительства о программе государственных гарантий, известная как ПГГ. И хочу вам сказать, коллеги, ни один субъект эту программу не выполняет. Деньги выделяются, творят что угодно, но в соответствии с федеральным законодательством эти деньги на реабилитацию, прописанную отдельной строкой, не выполняются. Эти деньги распространяются в разные стороны, на разные другие виды помощи. И определенные позиции удерживают надзорные органы от того, чтобы не вздернуть соответствующих, ответственных товарищей. Будет предпринята попытка все-таки, чтобы эта ситуация была поправлена, но времени у этих людей уже практически не остается. Деньги, государственная ответственность, сами знаете, какая бывает, за нерациональные расходования. Каким образом считается? Обратите внимание, нагрузка. У нас с вами 16-й год, 0,39. Сейчас идет обсуждение в данный момент в Минздраве, на 18-й год будет поставлена цифра 0,045. Что это значит? На одно застрахованное лицо. Это обязательство субъекта. Например, в субъекте миллион жителей. Значит, у него должно быть 0,039 койко дня умножить на миллион. Общее количество койко дней в субъекте только по реабилитации. При этом она делится на три группы. ЦНС, опорно-двигательный аппарат, и соматика. А внутри соматики кардиология, неврология, гастроэнтерология и прочие профили. Вот это самое трудное нам было прописывать, потому что там технологии принципиально мало отличаются. Средние нормативы финансовых затрат. Это 2014 год. Обратите внимание, от 1293 рублей в 2016 году было прописано 1623 рубля. Но была поправка в связи с всевозможными финансовыми случаями и историями в нашей стране. Новый документ вышел в 2015 году, который немножечко снизил. 1573 рубля 20 копеек, и эти деньги никто не выполнил. Соответственно, только на реабилитацию 1573 рубля 20 копеек умножить на миллион. Умножьте, сколько получится. Этих денег что недостаточно в субъекте для того, чтобы организовать реабилитацию. Это просто комментариев никаких нет. И посмотрите, новое постановление в 2016 году на 2018 и 2019 год. Вот 39 койко дня остается на 2017 год. На 2018 меняется будет 0,45. Посмотрите средства. 1654 рубля на 2017 год. То есть сегодня уже вернулись к предыдущей цифре. Это уже намного больше. Если на одного застрахованного, не заболевшего, а застрахованного, то есть жителя. А к 2019 году уже 2038 рублей. То есть нарастающим итогом идет финансирование. Деньги дают. Вызывают на ковер в правительство и просто возят одним местом об стол. Вы что делаете? Вы чем занимаетесь? Мы вам деньги даем. Вы чем занимаетесь? Нам что пойти с карательными мерами? В этом же постановлении что обозначено? Для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих помощь по профилю медицинской реабилитации и реабилитационных отделениях медицинских организаций. То есть уже в документ вносятся конкретные позиции. Слабым звеном пока, но я думаю, что в этой коррекционной программе это появится, это третий этап, внестационарное оказание помощи, а онкологических пациентов это особый такой важный этап. Но я думаю, что и мы добьемся того, чтобы его можно было прописать. Теперь о утверждении государственной программы развития здравоохранения. До 2020 года у нас с вами цифры 25% нуждающихся должны получить помощь при медицинской реабилитации. То, что прописывает правительство. У нас с вами средняя цифра сегодня. Средняя, я по онкологии вообще молчу, нули кругом. Средняя цифра по территории, если все-все-все-все собрать, вот в Санкт-Петербурге составляет 7% на сегодня. 7. Вот приказ 17.05, апгрейд которого мы сегодня как раз делаем. Он не принципиально поменяется. Суть этого приказа о том, что реабилитация осуществляется в медицинских организациях трех уровней на трех этапах. В зависимости от тяжести состояния пациента и оплачивается соответствующим образом, мы как раз пытаемся сейчас это прописать. И вот как раз то, что сейчас с другой стороны, покуда мы заняты оказанием ургентной помощи, высокотехнологичной медицинской помощи, обсуждаем очень важные технологии, которые позволяют расширить реабилитационный потенциал, а тыл у нас с вами не защищен совершенно. А с этого тыла уже просто на танках, извините за вот такие сравнения, въехал Минтруд и медико-социальная экспертиза. Хотя это коллеги наши вроде бы, врачи, но они вот просто в грязных сапожищах, я по-другому не могу сказать. Посмотрите, пожалуйста, у нас с вами задачи, которые подписаны Владимиром Владимировичем Путиным, доклад, который был 15 октября 2014 года, формирование единой государственной системы реабилитации, здесь про детей и подростков, по-взрослым, ровно так же. Медико-социальная экспертиза, которая включает в себя также мероприятия по реабилитации, у нас с вами конкурентные вопросы, кому, когда, за какие деньги, кто должен оказывать медицинскую помощь, где получает медицинскую помощь уже состоявшийся инвалид. И мы с вами проспали эту ситуацию. Топилин подписал указ по Минтруду направлять всех инвалидов в медицинские организации на реабилитацию. Он уже инвалид, мы уже с вами ничего не смогли сделать. Ему уже эту инвалидность поставили. Вот направлять их в медицинские организации за счет средств обязательного медицинского страхования. Мы с вами никогда указы по зарплате не выполним в этой ситуации. Просто никогда. Федеральный закон о социальной защите наших граждан, так же, как наш 323-й, Федеральный закон 181-й, там очень много чего прописано. То, что нам сейчас вменяется как основная претензия граждан к здравоохранению. Вот большее количество жалоб, связанное с именно невыполнением или несоответствием нашего законодательства с этим законодательством. Ну, понятие медико-социальной экспертизы там, в общем, все решено. Вот глава 3. Реабилитация и абилитация инвалидов. Во-первых, есть статья 10 у них, где федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Подписанный приказ, что это должно быть на нашей территории. А инвалиды пишут письма, а медики понятия не имеют ни про какие технические средства реабилитации, не умеют их выписывать, не назначают. А в выписках у врачей ни слова нет о нарушении функции жизнедеятельности пациента, на основании чего сегодня инвалидность и определяется. В результате получается, что врач-медико-социальной экспертизы, впервые увидя больного и его документы, в течение 15 минут должен сориентироваться, он достоин инвалидности и какой, или не достоин. Ему нужно коляску, палку, ортез, протез, катетер, или что-то еще, или не нужно, и какого размера. Поэтому они вот эти обозначенные требования выдвигают. Купить им оборудование, научить их за средства ОМС, и они все будут делать сами, если врачи этого не делают. В наших выписках что? Диагноз и рекомендации по месту жительства проходить реабилитацию. Кому? Это же наша территория, это же наш пациент. Кто будет проводить ее на дому-то или по месту жительства? Поликлиники уже накрылись просто черными тряпками и пытаясь бояться дышать, сколько мы на поликлинике свалили. И вот этот документ, он вообще для нас с вами фантастический приказ от 17 декабря 2015 года 10.24 Н. О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Вот на уровне правительства, там где Путин говорит о единой системе, говорится о том, вот это было позавчера, слышал своими ушами, и это записано в протокол. К концу этого года, и никакие аргументы не принимались, потому что, ну, выборы, я так понимаю, к концу этого года перейти к единой классификации в медицинских организациях и организациях Минтруда по при нарушении функций и жизнедеятельности. А вы вот, может, даже сейчас в телефонах откройте, это 400 страниц классификации к единой. И не просто перейти, а перейти к электронному документу обороту уже, то есть мы должны а. принять, б. ввести в электронную историю болезни, сформировать выписки, научиться вот это делать быстро, или деньги передадут в МСЭ, наша же с вами мешочек с деньгами, он один. Будет либо дублирование функций, и в конечном итоге они же поставят вопрос, а зачем? Давайте у врачей это все отрубим. Ну, не делают они, а мы же лучше делаем, мы уже научились. Все вот к этому и идет. Понимаете? Осталось, я вам даже смешно сказать, сколько времени. Я пыталась сказать, меня Александр Юрьевич спрашивает, сколько вам надо времени, чтобы врачи научились это делать. Я честно говорю, ну, 2-3 года, я уже это уменьшила, я не знаю во сколько раз, даже 2-3 года, это бешеные скорости. Он так посмотрел на меня, говорит, вы издеваетесь, Галина Евгеньевна, вы не слышали указания президента? Вы здесь должны рассуждать не о том, как вы это можете или не можете сделать, вы должны рассуждать о том, как выполнить указы президента к концу года. И все. Вот так вот. Да, Александра Юрьевна, что мы с вами будем делать? Вот последнее заседание комиссии при президенте по делам инвалидов. Председатель этой комиссии, господин Жилев, который сейчас с экрана просто не сходит. Что там принято? Протоколе вынесено с датами, я просто выдержки отдельные. Создание федерального реестра инвалидов, он уже в Минтруде создан. У нас с вами он только создается. У нас только с 1 января 2018 года со скрипом будет введена ЕГИС. Единая электронная система. Наши системы электронные в разных субъектах просто не поддаются описанию, и как их свести. Айтишники сейчас в Минздраве ломают голову. Но у них уже это есть, они уже этим машут. Вот наша система готова принимать ваши данные. Мы вас ждем. Следующее. Обеспечение возможности обращения инвалидов в государственные органы, в медицинские, в том числе, в электронной форме. Не за диагнозом, а за нарушением функции жизнедеятельности определения. Передача информации от медицинских организаций МСЭ в электронной форме записана в протоколе президента. Единый принцип оценки нарушенных функций жизнедеятельности в системе МЗЭ и Минтруда и социальной защиты. Сроки вчера. А теперь смотрим, а что мы должны сделать вчера. Что в документах прописано, я просто пошагово попытаюсь с вами вам нарисовать. Какая у нас система оказания помощи по медицинской реабилитации должна быть выстроена. Пациент, который поступает в медицинскую организацию, в данном случае мы рассматриваем вариант поступления через стационарную медицинскую организацию, когда пациента привозят на скорой помощи. Модель через поликлинику ровно такая же. Просто уходит, допустим, имэдженси, но в поликлинике есть служба рецепшн, которая тоже каким-то образом пациента маршрутизирует внутри организации. Вот если это стационар на уровне реанимационного отделения, в соответствии с подзаконными актами, в пределах 12-48 часов должен быть определен реабилитационный потенциал пациента. 12-48 часов. Значит, после оперативного вмешательства, по тому или иному поводу, ровно в такое же время. И этот реабилитационный потенциал, он должен определять как раз возможность восстановления функций и жизнедеятельности или абсолютную утрату чего-то из этого. Этот диагноз понятно, что мы с вами поставим, но он уже интересен нам с вами, и правительство это уже не рассматривает, оно считает, мы уже хорошо в этом направлении работаем, требуется дальше движение. И вот здесь, определив реабилитационный потенциал, мы, если он есть, направляем как бы в зеленый коридор на медицинскую реабилитацию, если его нет, направляем на оказание паллиативной помощи и ухода, и на вашей территории должны быть очень четкие критерии, кто и почему пойдет в паллиативную помощь. Сегодня огромное количество судебных дел ОМСЭ, потому что инвалидность определяют не по диагнозу, а по нарушению функций при диагнозе. И многие пациенты недовольны тем, что ему отказывают в назначении инвалидности. У меня же там порог какой-то степени, но вы же ходите на работу, ну и что? Пациенты рассматривают вот эту ситуацию, вообще инвалидность, как заработную плату. Я лично слышала у Лифта разговор двух таких молодцов, которые меня бы снесли, не заметили. Один другому говорил, ты еще инвалидность себе не оформил, ты полный идиот. Им где-то за 20 приблизительно. И в судах нон-стоп рассматриваются эти вопросы. В субъектах, где врач получает с семью дежурствами в месяц 18 тысяч, инвалидность – это серьезный доход. И сегодня это серьезные проблемы. Поэтому у нас с вами вот здесь очень серьезный вопрос. Мы будем дорогую помощь оказывать, или мы будем оказывать помощь другую? Она сегодня не менее дешевая, но другая совсем по состоянию, по подготовке кадров. Если мы включаем пациента, то есть мы определили реабилитационный потенциал, поставили реабилитационный диагноз, мы его включаем в трехэтапную медицинскую реабилитацию. Выжившие пациенты получают необходимую адекватную своим возможностям помощь. Ни один пациент без помощи не остается. Вот такая система должна быть сформирована к концу года, и причем в электронном варианте. С каждого этапа из реанимации, или когда принимает врач поликлиники, с каждого этапа медицинской реабилитации как минимум один раз, в единую систему информационную, вот эта зелененькая платформа, поступают данные о динамике нарушенных функций. Если у нас с вами динамики нет, то мы ответим перед фондом обязательного медицинского страхования. Почему мы так определили реабилитационный потенциал, что деньги государственные тратим, а результата нет. И затем это все попадает в единую форму 088У, которая является основной темой претензий к Минздраву, что врачи ее не заполняют. А с 2012 года мы обязаны это делать. Мы не читаем нормативных актов, которые выходят. Обязаны. Врач, лечащий заполняет направление на медико-социальную экспертизу. Оно должно быть качественно заполнено. Там не только диагноз. Там очень много разных пунктов. И вот через единую электронную систему МСЭ производит либо определение инвалидности, либо нет. Назначает ТСР, либо нет. И вот это для нас с вами крайне важно. Минздрав возвращает нам пациента. Меня спрашивают, сколько раз вы будете реабилитировать инвалида в год? Как мне ответить? Скажите. У нас с первичными пациентами миллион вопросов, чтобы не сделать инвалидами, чтобы обеспечить реабилитацию в три этапа пациента, чтобы он всю помощь по лечению получил. А 13 миллионов уже, причем люди-то при чем их направили, они идут. И идут и требуют реабилитационной помощи в специализированных отделениях, которых нет. По онкологии я сегодня знаю одно официальное реабилитационное онкологическое отделение в Омске. Больше я не знаю. Какие мы должны предпринять мероприятия, вообще что необходимо сделать? Первое. Это семь шагов реабилитации. Мы таких крупно обозначили. Это крупные. В каждом шаге там просто огромное количество задач. Первое. Это научиться ставить реабилитационный диагноз. Что такое реабилитационный диагноз? Это как раз оценка нарушений функций, жизнедеятельности, влияния факторов среды. В чем это выражается? Во всем мире, у всех остальных людей, специалистов, врачей, это выражается в сочетании двух классификационных систем, которые на сайте ВОЗ присутствуют. Вы можете в любой момент открыть и полностью поинтересоваться. Это МКБ-10, который мы уже овладели, и МКФ. Международная классификация функционирования. И вот эти выписки, которые привозят наши пациенты из-за рубежа после реабилитации там, они как раз по этой МКФ и выписываются, в которую включают структуры, функции, функционирование и факторы среды. Что сегодня у нас четко прописано? Что на первом этапе медицинская реабилитация является составной частью специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи. Осуществляется по КСГ на основании МКБ. Но реабилитационные мероприятия уже туда погружены. И сейчас Минюст, юридический департамент Минздрава будет проверять все порядки помощи по тем профилям, в котором у нас обязательно должна быть организована реабилитация, на наличие вот этого текста там, а соответственно и помощи. А что это за направления? Это неврология, кардиология, травматология, ортопедия и онкология. Четыре всего. Три-то в сознание пришли, а четвертый нет. Второй и третий этап. Пациентам уже помощь оказывается не по МКБ-10, а по группе нарушений функций. Поэтому у нас всего три варианта реабилитационных отделений на втором этапе и на третьем. Это пациенты с нарушением функций центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата периферической нервной системы и нарушений функций внутренних органов. Так как онкологические пациенты могут попасть в любую из этих групп, потому что в зависимости от того, онкология чего. А с другой стороны, во всем мире онкологические отделения выделяются в отдельные реабилитационные отделения и организовываются особенно там, где внутренние органы. ЦНС направляют, головной мозг все-таки отправляют неврологам, нейрореабилитологам. Опорно-двигательный аппарат тоже. А вот внутренние органы, отдельно онкологические реабилитационные центры создаются везде. Я констатирую, почему это можно анализировать, но опыт уже много десятилетний существует во всем мире. Вот оценка специалистами реабилитационный диагноз, он в себя включает, в общем-то, вполне закономерные вещи, которые нам понятно, мне кажется, не нужно никого убеждать в том, что мы с вами оцениваем структуру и функцию тела, строение, мы этим и занимаемся. Есть процесс, нет процесса, мы каким-то образом обнаруживаем объем этот, смотрим, как это изменяет функции, но дальше не идем. А дальше еще целых два огромных блока, которые, собственно, должны делать-то не врачи, это специалисты той мультидисциплинарной команды, которая с вами вместе будет работать. И у них коллеги тоже высшее образование, и они тоже кандидаты и доктора наук по своим профилям. Нужно просто их найти к себе, позвать и создать условия для работы. Если мы их будем воспринимать так, как воспринимали раньше, мы врачи, я тебе сказал, что делать, ты делай там два массажа, три электростимуляции, а что вы в этом понимаете? В массажах, в электростимуляциях и в каких-то других. Это высшее отдельное образование. Люди, которые вам определят, существуют ли возможности к выполнению функций вот на фоне вот этого, что вы констатировали подробно. А может ли выполнять эти функции этот пациент? У вас даже времени нет. Порассуждать теоретически вы можете, но у вас нет времени это выполнить реально. И как влияет фактор окружающей среды? Вот вам конкретная картинка. Это международный слайд. Он показывается на всех конференциях и в учебнике врача физической реабилитационной медицины. Это глава из учебника. Вот эта картинка. Барьер. Вот он на коляске подъехал. И все. А был бы лифт? Он может и в метро, и в автобус, и куда угодно. А в этом случае он не может. Значит, он уже инвалид. Во всем мире инвалид. Это социальная недостаточность. А не биологическая, не физиологическая. Вот как выглядит реабилитационный диагноз. Обратите внимание. В категориях международной классификации функционирования реабилитационный диагноз – это не 22 класса МКБ, один ведущий, принцип другой. А это достаточно большое количество пунктов, которые перечисляются. Из всех то, что нам с вами иногда нет времени, мы общими словами объединяем. Например, при поражении мозга невролог пишет «гемиплегия». А что делать реабилитологу с этим «гемиплегия»? Там нога, рука, диафрагмы целых три. Речь, глотание, мочевыделение, дыхание. Что такое «гемиплегия»? Или сниженная толерантность. Красивое слово. Дальше. Конкретно. В граммах. Что это? Это же нужно конкретно все прописывать. И международная классификация функционирования позволяет. Сразу вам скажу, не падайте в обморок. Врачу это не изменяет объем той работы, которую он должен делать. Невозможно внедрение этой системы без отсутствия электронной, вменяемой электронной системы сбора и анализа информации в медицинской организации. При этом компьютер – это не машинка, как сегодня в большинстве клиник. То, что мы видим, доктор сидит, сначала на бумажке пишет, потом это перебивает в компьютер. И компьютер, как машинка, он просто ему запоминает. Главное, у него там папочка есть, там все лежат истории болезни. Но никакой аналитической работы компьютер не производит. Вот когда мы начинаем использовать МКБ, это другой подход. Врач внес данные, а машина уже считает через классификационные подходы, подходы, которые также на сайте ВОЗ изложены. И излагает это уже в циферках, которые, вот здесь они мелкие очень, но вот эти вот циферки все, это уже выписывает компьютер. Мы с вами получаем измеренную в цифрах модель нашего пациента. Второй глобальный раздел. Реабилитационный диагноз определили. А вот с этим диагнозом потенциал-то у пациента есть или нет. Как его определить и как, есть ли возможность его изменить, есть ли у нас с вами сегодня технологии, в том числе хирургические, которые могут изменить шансы жить и качественно жить у нашего пациента. Если мы его оставили жить, то, пожалуйста, отвечаем за качество. Месяц назад на парламентских чтениях, которые опять были адресованы как избить Минздрав, я по-другому не называю, претензии пациентских организаций. Впервые я услышала с трибуны в Думе фразу о том, что, уважаемые доктора, вы спасаете жизни нашим детям маловесным, а мы потом всю жизнь с ними мучаемся. При этом вы не обеспечиваете нам качественную жизнь. Попробуйте ответить пациентку. До родов она вас мучает, чтобы этот ребенок все-таки родился, а после родов она к вам же приходит с претензиями, а зачем? Вот мне это вот на всю жизнь зачем? Поэтому реабилитационный потенциал – это категория диагностическая, и определять ее должны экстракласса диагносты, клиницисты. Поэтому это специализированная, высокотехнологичная и первичная медико-санитарная помощь. Без клинициста подготовленного невозможно организовать эту работу. Это комплексная диагностика медиков, немедиков, весьма серьезная, потому что от этой диагностики будет зависеть дальше. Вкладываем в лечение пациента что, какие технологии, сколько они стоят, кому будем платить зарплату, где это будем проводить. Зачем? Что нам нужно сделать? Нам нужно написать клинические рекомендации по каждому из профилей оказания помощи, каким образом мы определяем потенциал. Не констатируем у пациента объем, там-то функции он нарушил, такие-то, это все здорово, мы научились. А вот теперь нужно прописать, а как он может с этим жить и где, и что нужно для того, чтобы он вышел на работу или себя обслуживал. И как долго это состояние продлится, оно закончится или нет. То есть это возможность осуществления нормальных функций жизнедеятельности при определенном обеспечении. Если не может, значит, что мы для этого сделаем, кто придет и поможет. В Израиле пациента выписывают из онкологического реабилитационного отделения. Он приходит домой, он не успел прийти домой, а его там уже ждет. Вот работник, который вылезал всю квартиру, продукты уже куплены, потому что он не сможет ходить в магазин. ТСР уже стоит, и лежит еще телефончик для связи, чтобы он мог позвонить доктору в любой момент. И системы, которые фиксируют отклонения от нормы физиологических параметров там на определенное количество времени. Для нас с вами кажется, это космос. Но сегодня на это деньги государством выделены. Но они размазаны в разные стороны, потому что специалисты не спрашивают. Тот же самый фонд обязательного медицинского страхования. Нам надо определить методы оценки. Нам надо определить методы изменения реабилитационного потенциала. В одном диспансере онкологическом есть вот этот нож, который протонный. Все ездили вчера смотреть, а в другом нет. Значит, те пациенты, которые там смогут потенциал свой расширить, в другом нет. А права граждан, значит, маршрутизацию пациентов нужно таким образом настроить, чтобы те, кому это поможет, они всем подряд направлялись на соответствующую технологию. А значит, инструментальные, клинические и высокотехнологичные методы должны быть. Отличие от другой помощи. Почему мы говорим, что это отдельный канал? Я уже говорила о том, что это комплексная услуга. И первое, что я смотрю в истории болезни, или эксперт фонда обязательного медицинского страхования, мультидисциплинарность, обязательно в штате, в соответствии с количеством пациентов, а не один, должны быть представлены не медицинские кадры, но зависят от профиля. Самый емкий профиль в нейро-реабилитации, больше всего поражений головного мозга, там все функции страдают, меньше членов мультидисциплинарной бригады в отделениях, которые относятся к соматической реабилитации. Позже я покажу вам картинки онкологических моделей. Пациент, ориентированный на цель, и на пациента индивидуальная программа медицинской реабилитации, ИПМР. Следующая претензия. Врачи ничего не пишут, врач медико-социальной экспертизы не знает, какую индивидуальную программу ему составить, а поэтому составляет ту, которую позволяют ему его знания. И опять жалобы. У нас-то с вами на трех этапах специалисты занимаются, диагностируют, проводят, ничего в выписках нет, а значит, этого не было, и деньги государственные куда-то улетели. А так как особенно после химиотерапии, после лучевой терапии, после оперативного вмешательства, пациент слаб, очень слаб, иммунитет снижен серьезно, он ничего не может сделать. У нас куча технологий, мы ему предложили бы, но он их не перенесет просто. Наша с вами задача – его потенциал расширить. Средства для этого есть. Кто будет ведущий пациент? Это будет нутрициолог? Это будет физический терапевт? Или это будет психолог? Кто будет тот специалист, который позволит достичь определенного эффекта и с какой технологией? Цель – еще один маркер реабилитационного процесса. В истории болезни нет цели, нет денег на реабилитацию. Фонд уже жестко об этом говорит. Нет цели в истории болезни, значит, мы не знаем, чем закончится лечение, значит, я не могу посмотреть, я вам деньги дала, а вы их применили или нет. Значит, до свидания. Единственный пункт, который Трамп не убрал из системы здравоохранения Соединенных Штатов – ориентированная на результат медицинская помощь. А результат мы с вами должны научиться. Если мы не начнем, нам с вами такого наопределяют в результатах, коллеги, можете не сомневаться, пациенты сейчас лучше не встречаться. Чем можно закончить? Почему нам нужны? Не медики. Вы посмотрите, варианты. Людей пять лет в университете учат определить вот это вот все, что может в том числе и нас с вами, не как врачей, а как граждан, удовлетворять в жизни. Вы посмотрите, сколько модальностей самых разнообразных, и каждая из них может родить жалобу. Это уж я на жизнь как бы в практическую плоскость опускаюсь. Вот вам пирамида не питания, а потребностей пациента. И они очень четко ориентированы, последовательные, всегда одна в другую переходят, случайно выдернуты быть не могут. Это отдельные знания отдельных специалистов, которые обязательно должны быть. Следующий, пятый шаг. Эффективное управление. Сегодняшняя модель и та, которая была в советское время, у нас были отдельные отделения физиотерапии, лечебной физкультуры в клиниках, отдельные профильные отделения. И когда нужно было, мы звали специалистов оттуда, и они приходили. Нормативный документ по потребности гласил следующее. Один врач лечебной физкультуры на 600 коек. Мы о чем вообще рассказываем сегодня? Та история была, вот я когда пришла в ординатуру, мне главный врач, заведя меня в неврологическое отделение, я еще ничего не понимаю, мне он рассказывает, вот выводишь всех пациентов с инсультом в коридор, и с ними занимаешься. О чем это говорить? Он не шутил. Тогда их можно было вывести. В больнице поступали пациенты, выжившие дома. Их можно было вывести. Они в больницу поступали тогда, такие, как сейчас в санаторий. А сейчас-то у нас с вами пациенты, какие в клиниках, не дышат, не шевелятся, в состоянии сниженного сознания, с огромным объемом нарушенных функций, это лечение, это лечебный процесс. И мы с вами разделяем высокотехнологичную, потому что очень дорого, специализированную чуть дешевле, реабилитационную еще чуть дешевле помощь. Для того, чтобы найти средства на все методы лечения, поэтому как управлять, оборудование должно работать 70% времени в сутки. Кадры должны зарабатывать свою зарплату, не получает зарплату тот, кто просто ходит на работу. Вы, наверное, видели в зарубежных клиниках расписание процедур, расписание у аппарата, расписание у больного, расписание у специалиста. Выполнил свои часы – получил. То есть сколько шагов сделал, столько денег и получил. Структуры, какие у нас есть сегодня, какие организации прописаны в документах, в которых осуществляется эта помощь. Стационарное отделение и реанимационное отделение на первом этапе, реабилитационный стационар или отделение на втором. И вот на третьем этапе мы с вами должны сформировать, в онкологии это особенно актуально, дневной стационар поликлиника, реабилитационное отделение санатория, дистанционная реабилитация, выездная бригада и медицинская сестра. По реабилитации новая опция, которая появилась для малонаселенных территорий. Там, где комаров больше, чем людей, работает медицинская сестра. И вот, пожалуйста, территории, на которой должны проводиться реабилитационные мероприятия. Это картинки из онкореабилитационных отделений. Это зал, в котором пациенты занимаются трудотерапией. Это зал, в котором занимаются музыкотерапией. И в основном ударные инструменты. Это зал арт-терапии. В онкологии это обязательные опции. Везде. А вот это, вот отгадайтесь трех раз. Если только свет приглушить, получше будет видно. Вот это, видите, что? Видно всем, нет? Видно. Да. Это что за пациент? Да. Это пациент получает химиотерапию во время выполнения циклической аэробной тренировки. Повышает эффективность терапии. Снижает отрицательные последствия. И в Германии в онкологических центрах лозунг «Спорт против онкологии». Аэробные циклические тренировки, как ни в нашей стране знать, с нашей спортивной наукой в прошлом веке, что единственное, что повышает иммунитет, не важно у кого, аэробные циклические и низкоинтенсивные тренировки. Во всех центрах кардиозалы в онкологической реабилитации, во всех. Более того, они уже даже вот что начали делать. И получают шикарные результаты. Извините, сюда отвлеклась. А вот ваши кабинеты, которые должны быть в ваших реабилитационных центрах в обязательном порядке, для того, чтобы вы смогли осуществить все виды помощи. Прошу прощения, сюда не включила одно очень важное слово. Именно это слово так, как я его произношу. Ресторан. Не столовая, не кормление в палате. Принципиально ресторан. Где побритые, обвешанные всевозможными трубочками пациенты идут кушать в ресторан. Их обслуживает официант с полотенчиком. Им подают сиппинг и больше ничего подать не могут. Но в ресторане, понимаете? Вот психологическая составляющая, окружающая среда у именно ваших пациентов, в отличие от всех других. Неврологически мне ресторан не нужен. В травме тоже. А вот вашим именно ресторан нужен. Основные технологии терапии и клинического менеджмента, чтобы можно было организовать эту помощь. Тайминг, графики занятости, кейс-менеджмент, внутренний аудит, внешний аудит. И вот это крупные очень мазки. Внутри этих направлений огромный перечень того, что можно было бы предложить пациенту. Откуда деньги? Главный вопрос. Мы уже с вами говорили, последний шаг, но он мог бы быть и первый. Здесь что важно, чтобы... Вот в этом основная ошибка. Про деньги, про рубли я вам уже сказала, как посчитать. В территории заседания комиссии, которые формируют тариф и тарифная комиссия, вместе с главными специалистами, вместе с руководителями фонда обязательного медицинского страхования и Министерства территориального определяют, какое количество коек по онкологии в следующем году будет привлечено для оказания реабилитационной помощи. Или поликлиники какие? Это прописывается отдельным приказом. Кто получит деньги на реабилитацию? Не вообще, а конкретный адрес. Кто получит деньги на оказание помощи по медицинской реабилитации? Далее. Это могут быть только организации, в которых открыты отделения. Запомните, отделения по медицинской реабилитации. Медицинская организация, в которой нет отделения, не может претендовать на соответствующую опцию. Это отделение получит деньги по клинико-статистической группе. И задача отделения уложиться в эти сроки и даже чуть-чуть побыстрее решить эту проблему. Фактически у нас с вами формируется вот такая система, разные цели, три этапа, три уровня, которые формируют индивидуальную программу диагностических экспертных технологий, индивидуальную программу реабилитационных мероприятий, портфель инструментов мониторинга, КСГ, тариф и график работы каждого специалиста в исполнении. И я вас уверяю, жизнь в медицинской организации преобразуется. За рубежом уже фактически крупные клинические центры все три этапа медицинской реабилитации заводят на свою территорию. Пациента не отпускают. У нас с вами, посмотрите, вы можете три раза по трем разным историям болезни за пациента, за одного пациента, не прерываясь получить. Вопрос к вам. Пропишите этот маршрут. Как пациент двигается? Какой пациент направляется на второй этап? Надо ли ему на второй? Может, сразу на третий? В соответствии, на основании порядка. Там прописано, как подходить к определению. КСГ в специализированном стационаре, в реабилитационном стационаре, в дневном стационаре. По закону фонд обязательного медицинского страхования может оплачивать только ту помощь, где написано «стационар». Поэтому вне стационарной организации модель дневного стационара. Здесь принципиально что? Если открывает помощь по медицинской реабилитации санаторий в отделении по реабилитации, то он получает деньги только на медицинскую помощь. Он не получает деньги на питание и проживание. Точно так же в поликлинике. Но в поликлинике открыт дневной стационар все понятно. Амбулаторный прием тоже понятно. Выездная бригада тоже понятна. В зависимости от тяжести клинического состояния пациента. А вот в санатории, санаторий забирает на себя опцию по реабилитации, и все деньги уходят на проживание и питание, на лекарства ничего не остается. И они требуют «дайте нам денег, нам не хватает». Я вам сразу говорю, никто эти деньги им и не обещал. Надо правильно читать законодательство. Сегодня Фонд обязательного медицинского страхования уже даже сформировал КСГ самые высокие коэффициенты усложнения в реабилитации. 3, 4, 2,5. Это высокие, очень к базовому тарифу. Особенно если у вас неврологический пациент, будет 4 коэффициент. Прописать, кто тяжелый и почему, и соответствующие затраты. Это все должно делать профессиональное сообщество. Вот пример оплаты по КСГ пациента, который имеет нарушение функции центральной нервной системы. Здесь я пишу КСГ по НМК. Здесь может быть КСГ опухоль головного мозга. А вот дальше она будет ровно одинаковая. 300-е КСГ при нарушении функции ЦНС, второй этап. 111-е КСГ при нарушении функции ЦНС, третий этап. Сейчас там немножечко цифры. В 2017 году этих КСГ, они разукрупняются, их уже намного больше. Фонд прописывает и прописывает эти опции. Мы с вами должны работать. Вот последний организационный момент. Почему не работает старая модель? Почему нельзя оставить отделение физиотерапии и лечебной физкультуры? Во-первых, они работают до обеда. Во-вторых, лицензию получает отделение медицинской реабилитации. Реабилитация, если в нем организована работа по реабилитации на каждого пациента, нет меньше, чем 3 часа в день. Чистых реабилитационных мероприятий. У нас с вами диагностические, консультационные и всяческие прочие мероприятия. А с утра пациент доступен для нас с вами с 9 до 13. И еще есть 3 часа вечера. С учетом времени для отдыха, после каждой процедуры, особенно онкологического пациента, он сделает 3 шага, ему нужно подольше посидеть, отдохнуть. Эти 3 часа чистых реабилитационных мероприятий могут и этого времени не хватить. А тут у вас уже ни одного человека в строю нет, все уже ушли на фронт. Реабилитационная бригада работает так же, как работает и врач, лечащий. То есть в режиме круглосуточном или посменно. Пожалуйста, внутри медицинских организаций решайте этот вопрос. У специалиста тоже появляется, у каждого специалиста мультидисциплинарной бригады соответствующий график. Кто из этих специалистов? Мы с вами решаем, кто нам нужен в мультидисциплинарную бригаду. К примеру, скажу, что дисфагическая бригада в онкологии, соответствующей локализации, это важно. В Национальном институте здоровья США 14 человек, врачей, только врачей, 14, дисфагическая бригада. Но это третий уровень. У нас с вами одного нет пока. И кто же у нас будет работать? Кадровая модель – это принципиальный вопрос. Сейчас предлагаются профессиональные стандарты врача физической реабилитационной медицины и четырех немедиков. Все на сайтах, это можно изучать. И модель реализации индивидуальной программы по достижению целей. Что можно сказать в заключении? Диагноз не является важнейшим критерием реабилитационной программы. Высокая экономическая эффективность не всегда связана с короткой госпитализацией. Тяжелый пациент должен получить максимально длительное лечение, а легкий должен быть выписан из стационара максимально быстро. Но это не значит, что мы его вообще проводили. Легкий на третьем этапе получает весь объем тяжелый в стационаре. Просто это все перераспределяется. У нас с вами должна в онкологии сложиться вот такая история. На первом этапе – высокая технология, специализированная помощь, тариф. На втором этапе – центр или отделение, тариф. И на третьем этапе – вне стационара – большое количество форм с соответствующими тарифами. И вот во всем мире большие медицинские клинические центры все три этапа на свою территорию заводят. Для чего? Для того, чтобы не дублировать диагностическое оборудование. Кадры – их очень сложно находить. Врачей не хватает. Психологов еще реже. Логопедов медицинских, клинических логопедов вообще будешь бегать искать. Физических терапевтов. Санкт-Петербург, Лесговта. Давно видели выпускника толкового из Лесговта в клиниках? Утратили мы очень много. Но даже если восстановим потребность в физических терапевтах в стране сегодня уже при открытых отделениях составляет 30 тысяч. Они не выпускают нам 40 в год. А другого выхода нет. На нас уже напирают со всех сторон. Поэтому, уважаемые коллеги, времени просто нет. Я вас очень прошу. У нас нет времени рассуждать. Мы должны исполнять, как сказала Александра Юрьевна. Меня не интересует ваше рассуждение, что вам надо, чтобы исполнить. Вы между собой, пожалуйста, договоритесь. Но к утру, чтобы был ковер, сшитый золотом узор. А это утро, это декабрь нынешнего года. Спасибо.